Здравствуйте! Сегодня я расскажу и покажу, почему я с таким нетерпением и трепетом ждала журнал. Итальянский журнал «Джулиано Рекамо» издается на двух языках – итальянском и английском. Поэтому найти его можно не только в Италии, но и в других странах. Журнал выходит один раз в два месяца. Мне кажется, Николету Карбоне, коммерческого директора журнала, знает вся рукодельная Италия. Веселая, общительная, харизматичная. Она постоянный представитель журнала на всех рукодельных выставках. Но круг ее общения не только Италия, а весь мир. Благодаря этому мы с ней знакомы. Этот номер, 37-й, для меня особенный. Во-первых, в нем моя статья про хивейское кружево. Где она возникла, как развивалась, особенности техники. Мне приятно, что хивейское кружево увлекло искушенных итальянских вышивальщиц. И что журнал предоставил мне возможность рассказать о хивейском кружеве рукодельницам разных стран. В редакцию я отправляла много фотографий, в том числе из музея хивейского кружева. И я рада, что для статьи они выбрали фотографии именно моих работ. Во-вторых, в этом номере также опубликован дизайн, который создала специально для журнала. На трех страницах пошаговое руководство по выполнению вот этой салфетки. Знаете, что было самое сложное? Написать инструкцию. Если в моем курсе на сайте я неограниченным местом объясняю каждое движение, то для журнала пришлось писать кратко, но понятно. Поэтому, получив номер, я начала не с любования своей фамилии, а принялась проверять подачу материала. И в целом считаю, что и я, и редакция отлично сработали. Такое вот для меня радостное событие – публикация на пяти страницах в итальянском журнале от Джулиана Рекамо. Надеюсь, вы разделяете мою радость. Ну а теперь давайте посмотрим, что журнал предлагает, кроме хивейского кружева. Этот номер новогодний, и он действительно получился праздничным. Школа вышибки Рейджо Рекамо в этом году отмечает 30-летие. Даже в этот сложный год школа продолжает работать. Ну, правда, в домашнем режиме. В этом материале рассказывается о том, как учителя и ученики вышили 470 сердец для персонала больницы. Восторгаюсь ими. Ну а для журнала они предоставили 8 проектов в разных техниках. Посмотрите, какая скатерть с элегантным цветочным мотивом. А это забавно декорированные колечки. На следующей странице две подушки и скатерть, выполненные декоративными швами. Это салфетка Punta Antico с элементами ретичелла. Здесь декоративные швы и мережки превратили ткань в стильный палантин. Здесь невероятная нежность. А рядом вышитая интерпретация русского художника Василия Кандинского. Очень оригинально. Так, что у нас дальше? А дальше у нас школа вышивки из Трэнто предлагает выполнить флорентийское трапунто. Конечно, не такое, которым я любовалась в Палаце 20 во Флоренции. Зато у вас и не уйдет несколько лет на выполнение этих подушечек. Ну, если хотите посложнее, то, пожалуйста, жилет. В нем вы не останетесь незамечены. Полотенце с мережками декоративными швами. Прекрасное украшение для дома. Ну, а этот разворот вызывает у меня особый восторг. Глаз не оторвать. Согласны? Вышивка в итальянской технике Екатерина де Медичи. Она же Punta Caterina и Punta Madama. При всей простоте выполнения получается очень эффектное изделие, у которого, на мой взгляд, утонченный и благородный вид в духе древней итальянской аристократии. Смотрим дальше. Эти дизайны оценят любители кошек. Раз, два, три разных техники. Это Punta Assisi, а здесь Bizantino Ars. Об этой вышивке у меня есть небольшой пост. Так, с этой статьей я вас уже познакомила. Смотрим дальше. Здесь ученики группы вышивки из города Костелланса показывают свои работы, на которые вдохновил знаменитый гобелен из Байо. Точнее, его принято называть гобеленом, но на самом деле это вышивка с шерстью по льняному полотну, выполненная в конце XI века. Впечатляет его размер. Ширина около 50 см, а вот длина 70 метров. И каждый метр рассказывает историю нормандского завивания Англии. Такой вот своеобразный вышитый учебник истории. Вот эти несколько дизайнов можно выполнить самостоятельно. Здесь школа вышивки из Банниуарипполи предлагает элегантную ветку с розами, дизайн с грибами, белую вышивку и изящную виноградную лозу. На этой странице креативное сердечко привлекает разнообразием швов и материалов. Эту салфетку я рассматривала очень долго. И морозенький падуб, помимо подснежников, украшение моего зимнего сада. Но кроме любви к этим растениям, мне понравилось, как мастер включил в дизайн золотую нить, металлизированную золотую нить. И посмотрите на интересное решение. Эта нить не только включена в вышивку-гладью, но также обрамляет мережку. Мне нравится, что есть определенная торжественность, благодаря золотому мерцанию, но при этом нет его избытка. Идем дальше. Ну, какое же Рождество без ангелочков? Эти в технике макраме. Мне нравится вот этот, подмигивающий. Как будто говорит, все будет хорошо. На этой странице не вышивка, но тоже красиво. Шарики темари от мастера Киёко Миягоси. Далее. Далее новая рубрика. Вкус эстетики, вкус поэзии, истории, вкус кулинарном искусстве. Журналист Морелло Пиккиолли рассказывает о вкусах, которые могут заинтересовать рукодельниц. Это статья про грибы и трюфели. Я знаю, как легко можно увлечься итальянской кухней, поэтому давайте быстро перейдем дальше. А дальше у нас 9 страниц журнала отведено вышивке Арсконузина. История, техника, практические советы и подробное пошаговое выполнение этой ветки с гранатом. История этой вышивки заслуживает отдельного разговора. Это не просто техника вышивания. В ней особая глубина. Арсконузина придумана Марией Дель Рио в 1921 году как арт-проект для психиатрической больницы. Эта вышивка помогла улучшить и облегчить жизнь детей, которые лечились в этой больнице. Но давайте вернемся к журналу. Вот это статья о сотрудничестве одной итальянской кружевницы и дома МОД Диор. Здесь материал про фонд Ле Константине. И статья от Корпоратиони Дели Арти, которая представляла мои работы на итальянской выставке чуть больше месяца назад. И в завершении раздел с инструкциями к проектам. Вот и все. Оказаться в компании с такими мастерами – большая честь для меня. Журнал «Джулиана Рикама» – это источник знаний, вдохновения и хорошего настроения. И это доступно каждому. На сайте журнала julianaricama.com можно купить не только последние номера, но и архивные. С доставкой в любую страну. Я буду признательна, если вы оставите свое мнение об этом журнале в комментариях. И желаю вам приятного вышивания. Субтитры создавал DimaTorzok